дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем пончи вяжем и крючком и спицами снова у меня двойной мастер-класс потому что вещь в исполнении очень простая ее могут связать как начинающие рукодельницы так и опытные все зависит от узора я показывать буду самый простой узор спицами и самый простой узор крючком вы же можете я там кстати очень много образцов этой модели именно именно этой модели и можно по-разному варьировать и разными цветами и жаккардом и косы и ажурные узоры то есть вы уже по мере своего опыта желания и своего видения можете это пончи связать так как вам заблагорассудится и украсить его воротником хоть капюшоном хоть карманами чем угодно девчонки выкройка у нас состоит вот два прямоугольника я сейчас вижу два прямоугольника один спицами показываю узор и один крючком показываю узор потом мы поговорим с вами о размерах этих прямоугольников как корректировать размер значит разбираемся с узором для спиц набираю я спицами мы вяжем образец и набираем вот эту вот длину какая мы я же говорю о размере мы потом поговорим то есть спицами мы вяжем отсюда от короткой стороны вот вверх для длинную сторону так я набрала для образца 30 петель единственное что хочу сказать число петель должно быть кратно 4 плюс 2 кромочные я снимаю первый ряд 3 изнаночные 1 лицевая и так до конца ряда кромочная изнаночная второй ряд 2 изнаночные 1 лицевая вот смотрите у нас там где было три изнаночные центральная петля из них то есть сейчас они на изнанке у меня три лицевые центральная должна остаться лицевой вот ориентируйтесь по вот этому показателю и снова 3 изнаночные 1 центральная осталась лицевой и так до конца ряда то есть все время мы вяжем 3 изнаночные 1 лицевая и в лицевом и в изнаночном ряду узор двухсторонний он имитирует такую английскую резинку ну не один в один конечно ну такое как бы издалека эффект английской резинки вот и заканчиваем 1 изнаночная и снова повторяем точно так же как мы начинали 3 изнаночные 1 лицевая вот смотрите 1 лицевая она у нас будет идти как ведущая она все время у нас будет лицевой 3 изнаночных 1 лицевая узор по сути состоит из двух рядов и таким вот образом продолжаем даже в ровное пород полотно на длину вот это есть наша ширина вот это вот будет длина что касается . крючком мы набираем вот эту вот величину то есть берем цепочку вы будете знать какую величину это сейчас мы разберемся с узором а далее мы будем разбираться с размерами по поводу размера у нас прямоугольник мы можем корректировать я вам покажу моих два пончо который я связала спицами одним и тем же узором который я вам показываю но из толстых и из тонких и дни так это два варианта один у меня больше один меньше покажу в чем разница и как вы можете корректировать и на что обратить внимание при коррекции но это уже когда у нас будут вот 2 деталь я смогу вам на них показать здесь считать петли я считаю нужно только в том случае чтобы вторую вторую деталь сделать точно такой же так первый ряд я вяжу столбиком с накидом обычный столбик с накидом в каждую петлю узор тоже очень простой мы его уже вязали в первом эксклюзив эксклюзивном мастер-классе кто же он имитирует английскую резинку но крючком вот провязала я первый ряд теперь делаю 3 воздушные петли подъема поворачиваясь и вяжу тот же столбик с накидом одним за заднюю стенку девчонки мы это уже все с вами проходили мы это знаем опять же показываю для самых начинающих которым нужно просто простое элементарное полотно которое их не будет напрягать вот я его и показываю вы же я видела кстати я наверное сделаю подборку все-таки в сообществе выложу эти фотографии чтобы вы видели что можно из этого прямоугольника делать какие шедевры вот все зависит от вас вот таким вот образом мы продолжаем вязание все время за заднюю стенку то здесь нет лицевого и изнаночного ряда мы продолжаем вязать столбик с накидом за заднюю стенку так и вот смотрите девчонки видите у нас два связанных прямоугольника вот верхний у меня связан спицами видите как выглядит этот узор интересно вяжется на самом деле очень просто выглядит при их прекрасно он двухсторонний а вот этот прямоугольник связан крючком узоры очень похожи на сейчас он стянуто ему вообще после обработки узоры очень очень похожи так теперь давайте будем разбираться с тем размерами наших прямоугольников так первое что хочу сказать если разобрать по составляющим вот этот прямоугольник то он у нас ты состоит из квадрата и еще маленький прямоугольничек что хочу сказать вот эта ширина всего как бы ширина прямоугольника в моем случае у тонкого пончо была 50 сантиметров а у толстого у которой из толстой толстых нет не так 60 сантиметров вот приблизительно такая величина должна быть то есть ширина прямоугольника то есть уже в зависимости от размера на какой вам нужен я вот 44 размера даже 46 и вот вы на мне увидите я вам все покажу в конце видео как они выглядят вот длина получается от шеи вот это вот то есть диагональ этого квадрат и манна я бы его увеличила до 80 сантиметров это для очень большого размера верну ширина самого прямоугольника далее определились мы приблизительно с шириной с шириной тонче и теперь разница соответственно что здесь вот это вот эта цифра у нас переходит сюда то есть если у нас здесь 50 сантиметров то здесь теперь немного историй у меня там где узкая горловина под горло там у меня разница было 30 сантиметров то есть меньше чем 30 сантиметров я бы не делала потому что уже будет деформация и уже будет некрасиво вот это минимальная разница между этим этим и вот этим вот числом то есть это минимальная цифра которую нужно добавить к ширине при расчетах я имею ввиду и соответственно на до 45 сантиметров приблизительно 50 это много если v-образный вырез вы хотите 40 хватит вот вот я вам показываю как выглядит при разнице 40 сантиметров у меня в моем теплом пончо разница 40 сантиметров выглядит там у меня 60 и 40 сантиметров длина всего 100 100 у меня у большого у маленького у маленького давайте здесь я напишу у маленького у меня 30 плюс 50 80 сантиметров у меня длина у маленького у большого у меня 40 плюс 60 сантиметров один метр это я вам показываю мои примеры оговорила возможность увеличения и или уменьшения то есть не меньше 30 сантиметров у горловины и не больше 45 вот это разница между вот этими квадратом и которые нам нужно трансформировать прямоугольник то сколько нам нужно добавить добавить теперь сборка берем мы наши два прямоугольника я конечно же буду сшивать и крючком и спицами как в одну в одну где просто показывают сам принцип так значит первым делом длинная часть вот она и короткая ширина и длина то есть мы ширину пришиваем длине вот как у нас схема нарисована здесь у нас остается вот эти вот вот это вот разница которая у нас есть немного я закрыла свободно вот по сути есть 30 сантиметров здесь и 30 здесь дайте которые мы добавили я надеюсь понятно объясняла потому что в интернете девчонки очень много этих схем и они такие там ширина 45 40 сантиметров ну как такие как накидочки не не пончо нам нужно было пончо поэтому я как бы вот это тонкая я вязала еще год назад хотелось снимать уже снято было видео потом перри переиграла все думала все знаете почему его не выпустила потому что я все пыталась найти какой-то какой-то способ увеличение уменьшения когда я связала уже второе у меня немного картина нарисовалась в общем картина понимания это этой системы далее пока еще вам расскажу чем можно украсить да чем угодно можно воротник можно капюшон можно оставить просто так своеобразным вырезом и шикарно будет вот кто не любит горло чтобы были ввязаные вещи как кого кусают у кого чувствительная кожа то оставьте v-образный вырез прекрасно смотрится дополните рубашечку там водолазочку да что угодно и прекрасно будет смотреться и не нужно вам ничего свяжите какие какой-то карман кенгурушку пришейте тоже прекрасно украсит далее так сейчас я вам расскажу как дальше теперь девчонки нам вот эту короткую часть нужно пришить вот сюда видите то есть здесь у нас 30 сантиметров и здесь 30 сантиметров еще раз смотрим теперь нам вот эту часть нужно пришить сюда вот мои 30 и здесь будет 30 то есть вот этот уголок у нас остается для горловины видите почему я говорю что меньше 30 не нужно потому что потом будет деформация горловины так значит на чем я остановилась можно один большой карман можно два маленьких можно декоративные пуговицы если вы остановились на простом узоре просто и я рассказываю чем можно украсить и потом цветы крючком аппликацию сделать на что угодно просто тут же сейчас я вам покажу по итоги по по итогу как располагаются полосы то даже если взять секционную красивую пряжу или даже не секционная просто остатки тут очень красиво по диагонали расположены полосы и даже простое полосатое полотно будет смотреться очень красиво потому что это не поперечная продольная полоса она идет по диагонали очень интересно окно соответственно горловина горловина капюшон что угодно это уже на ваше усмотрение либо оставить так как есть я видите я решила сделать горловину вот так дальше я уже не буду по сути понятно да как мы как у нас собирается все полотно и получается когда мы складываем вот получается эта часть у нас для рук она короче а вот эта часть у нас углом висит и смотрится очень шикарно теперь смотрите вот эти полосы если связать полосатая полотно они же у нас вот так вот красивой будут располагаться шикарный вот и вот здесь вот пожалуйста оставьте v-образный вырез будет смотреться бесподобно не надо ничего два шва карман сюда прицепить и все и не надо вам больше ничего свяжите легенький которые вы будете летом носить вариантов множество все-таки решила я сейчас в конце сейчас я вам поставлю те варианты которые я в интернете по нахи находила но в общем масса возможностей варьировать этот способ я думаю я вам доступно объяснила как как корректировать размер все остальное вы уже додумайте сами на этом все с вами была была века и школа рукоделия всем пока пока а сейчас смотрите подборку красивые а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...